Я уже почитала из каких-то регионов, перед началом успела. Да, вижу, в основном всем слышно. Кому-то даже прекрасно слышно. Отлично. Коллеги, если вдруг будет что-то со звуком, я очень уверена в том, что вы помните, что видео со мной можно заморозить, потому что все-таки то, что слышать, это нам более полезно, чем смотреть на видео. Поговорим мы с вами сегодня об обучении чтению на уроках английского языка в начальной школе. Рассмотрим на примере трех линеек enjoyenglish, happyenglish.ru и посмотрим примеры из обучающих компьютерных программ. Покажу еще дополнительное пособие, а именно редапы. План у нас приблизительно такой. Мы посмотрим, чему обучать, рассмотрим, какое место занимает чтение во ВГОС. Посмотрим разницу в трех линейках УМК, разницу подходов к обучению и чтению и рассмотрим дополнительные пособия, то есть редапы. Огромное количество информации, заключенной в текстах, предназначенных для чтения, пробуждает к выработке гибкого подхода к чтению, то есть к развитию способности извлекать информацию с разной степенью глубины и полноты в зависимости от коммуникативной задачи. Хочу процитировать Майкла Уэста, английского методиста, о том, как он читал статью. Читая статью в Лансет, я пробежал глазами первый параграф, в котором говорилось о предшествующей работе, не относящейся к интересующему меня вопросу. Бегло прочитал статью, чтобы иметь представление о цели, характере настоящего эксперимента. Прочитал и описание эксперимента, изучил результаты и выводы. Почему я взяла эту цитату? Потому что здесь ярко показано то, как человек знакомится с материалом, в данном случае газеты, когда ему нужно понять, содержимое сначала нужно или не нужно ему это прочитать, стоит, не стоит, необходима эта информация или нет. И то, как он это читает. То есть, действительно, сначала он пробежал глазами, затем он бегло прочитал что-то, то есть изучил какую-то часть, внимательно прочитал, и изучил конечный абзац, результаты и выводы, которые по этой статье были сделаны. Соответственно, какие есть виды чтения? Это изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое. Это согласно Роговой и Фоломкиной. И, соответственно, формы чтений 2. Про себя. Про себя это внутреннее чтение, и вслух это внешнее чтение. Давайте посмотрим на примерах, что такое поисковое чтение. Пример из мили для второго класса. Пожалуйста, перед вами сейчас страничка. Это Progress Page, юнит 3 и 4. Давайте мы приблизим упражнение. Надеюсь, так будет лучше всем видно. Упражнение 2. Прочитай и выбери правильный вариант и запиши его. То есть учащиеся здесь читают текст для того, чтобы найти ответ на вопрос, на конкретный, именно для выполнения конкретного задания. Соответственно, это чтение поисковое. Ознакомительное чтение. Мили 4 класс. Третий урок. Treasure Hunt. Давайте мы немножко приблизим. Задание Read the chant and match the pictures. То есть учащиеся должны здесь ознакомиться с текстом и соединить текст с картинками. Просмотровое чтение. Пример из Enjoy English для третьего класса. Шестое упражнение. Прочитай. Что Билли написал о своем школьном друге. Догадайся, кто он. То есть учащиеся просматривают текст для того, чтобы найти необходимую информацию. Быстро, бегло. И ответить на такой коротенький вопрос в задании. У них даже есть для большей легкости чтение Look and Learn. Рубрика, где незнакомые им слова выписаны с переводом. И изучающее чтение. Замечательный пример я нашла. Также учебник для третьего класса. Enjoy English. Задание 6. Оно со звездочкой. Помоги Билли и Мартину расколдовать храброго рыцаря. Вставь пропущенные слова в текст старинного заклинания. Почему это будет изучающее чтение? Потому что учащиеся читают текст. В тексте пропущены некие слова. Слова нам даны. И нам нужно внимательно, читая, вставить их в пропуски. То есть мы обязательно должны делать упор на то, какое это... ...как оно переводится и так далее. То есть это уже изучающее чтение. Мы изучаем текст, чтобы знать, куда что нужно подставить. Итак, попробуем ответить на вопрос, чему обучать. В первую очередь, конечно же, техники чтения. То есть технической стороне чтения. Так как она непосредственно связана с пониманием, то на нее с самого начала обучения положится основная нагрузка. Аналитическое чтение. Задача аналитического чтения — развитие учащихся, умение преодолевать языковые трудности, стоящие на пути понимания содержания текста. Что здесь подразумевается? Подразумевается, что учащиеся должны уметь пользоваться догадкой по контексту, должны пользоваться элементами словообразования и так далее. То есть они должны догадываться по самому наполнению текста о том, как те или иные лексические единицы будут переводиться и, соответственно, о смысле данного текста. То есть это будет аналитическое. И самый сложный тип — синтетическое чтение. Задача его — научить понимать каждый следующий отрывок текста, опираясь на понимание предыдущего. И, соответственно, его используют больше в старших классах, в конце среднего звена и в старших, потому что все-таки это чтение текста с последующим предугадыванием следующих, так сказать, абзацев. То есть чтобы учащиеся начали читать какую-нибудь статью и уже приблизительно знали, что будет дальше в конце. Или какой-то рассказ, и они уже могли дальше читать, включая незнакомые слова, но они не будут их останавливать. То есть это, например, если бы мы с вами читали, скажем, седьмую часть «Гарри Поттера» и уже не так сильно обращали внимание на незнакомые нам слова, сколько на сам смысл, на текст. То есть мы все равно будем читать, минуя те слова, которые мы не знаем перевод. Соответственно, это синтетическое чтение. Вот такие вот три вида, так сказать, чтения, которыми мы обучаем. Но поскольку навыки первичные, а умения вторичные, то мы поговорим сегодня о начальном этапе обучения. И, соответственно, у нас будет идти речь об обучении конкретно техники чтения. В основе формирования техники чтения лежат следующие операции. Это соотнесение зрительного или графического образа речевой единицы с ее слухо-речедвигательным образом и соотнесение слухо-речедвигательных образов речевых единиц с их значением. Какова же задача педагога при формировании техники чтения? Конечно же, в первую очередь, как можно быстрее миновать стадию проговаривания и установить соответствие между графическим образом и ее значением. То есть как можно быстрее следует миновать тот этап, когда мы просто слушаем и повторяем за диктором. Слушаем и повторяем за диктором. Соответственно, нужно как можно скорее перейти к той части обучения, когда учащиеся уже сами пытаются сделать первые шаги, а не сами... Последовательно увеличивать единицу воспринимаемого текста и довести ее до синтагмы к концу первого года обучения. Что касается синтагмы к первому году обучения. Синтагма, конечно же, у всех немножечко разная, но подразумевается в этом пункте то, что учащиеся к концу первого года обучения, то есть в нашем случае, касаемо иностранного языка, в конце второго класса, мы должны уже читать маленькие связанные тексты. Будь это загадки или стихи, или короткие сказки, они в любом случае к концу первого года обучения их уже будут хорошо воспринимать. И последняя задача педагога – это сформировать нормативное чтение с соблюдением приемлемого темпа, норм ударения, паузации и интонирования. То есть педагог уже это все шлифует, так сказать, как третьим пунктом мы видим, да, это третья задача. В первую очередь, конечно же, научить читать. И параллельно с тем, как ребенок учится читать, уже стараться следить и за темпом, и за ударением, и за паузами, и за интонацией. Какое же место занимает чтение во ВГОС? Это немаловажно, так как мы пишем конспекты, нам это нужно знать. Очень часто мы встречаем задания на чтение в УМК. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Как это отражается на чтении? Чтение – это источник новых знаний и умений. Соответственно, мы читаем для открытия чего-то нового для себя. Второй метаприбетный результат. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Здесь чтение выступает как источник информации. Мы используем чтение для... Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Чтение здесь – это выполнение заданий по тексту, согласно поставленной целевой установке и инструкциям к заданиям. То есть здесь мы говорим конкретно об упражнениях, которые снабжены пред, во время, до чтения и после текстовыми упражнениями. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Конечно же, здесь чтение используется, когда мы заполняем таблицы или анкеты информацией из прочитанного текста. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной позиции. Мы умеем сравнивать выполненное самостоятельно или в группе задания с правильным ответом, с ключом. То есть это сравнение с образцом, с оригиналом. В таком случае мы будем, когда сверяемся с ключом, читать и сверять себя, правильно ли мы сделали или неправильно. Умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать и так далее. То есть выполнять все логические операции мышления. Чтение здесь в полном объеме способствует развитию этих операций. То есть и обобщение, и классификации, и анализы, и синтезы, и сравнения, и абстрагирования. Смысловое чтение. Это выступает как чтение с пониманием основного содержания. Умение организовывать учебное сотрудничество. Это выполнение заданий после текста, направленных на обсуждение какой-либо проблемы, обозначенной в прочитанном материале. И формирование ИКТ-компетенции. Это, конечно же, выполнение поиска... ...интернет, и использование компьютера для решения учебных задач. В чем же разница подходов к обучению чтению в трех линейках ОМК? Итак, в курсе happyenglish.ru в основу овладения техникой чтения положен звукобуквенный метод. В курсе Mille – обучение чтению с помощью сочетания методов целого слова и звукобуквенных соответствий. Чтение текстов разных жанров, овладение языковыми структурами через контекст и постоянное их употребление в речи. В курсе Enjoy English овладение умением чтения вслух и про себя происходит параллельно. А также неразрывно с работой по развитию умений извлекать информацию из прочитанного за счет пред- и после текстовых заданий. При овладении техникой чтения вслух учащиеся соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. То есть вот они, основные подходы. Здесь даже не столько разница подходов, сколько они между... Мы видим, что... Звукобуквенный метод в happyenglish.ru Видим, что в миле есть такой не очень часто использующийся метод. Это обучение чтению с помощью метода целого слова. Но, тем не менее, здесь сочетается этот метод с методом звукобуквенных соответствий. Мы видим, что абсолютно другая схема обучения в курсе Enjoy English. Давайте начнем как раз с Enjoy English, с того, что, я думаю, всем уже полюбилось и известно, как здесь строится обучение техники чтения. Итак, учащиеся второго класса приступают к овладению техникой чтения в начале второго полугодия, то есть 36-го урока. Некоторые слова им уже известны из рабочей тетради. В процессе того, как они знакомились с алфавитом, они выполняли некоторые задания. Они и подчеркивали, они записывали слова, это были и прописи, и просто какие-то завлекательные упражнения. То есть слова некоторые им уже знакомы. Что-то они заучивали в качестве лексических единиц. Соответственно, при чтении эти лексические единицы будут восприниматься им легче. И обучение техники чтения происходит с опорой на правила инструкции, которые излагает постоянный персонаж учебника Мистер Ру. Давайте посмотрим на примеры. Помимо того, что мы помним, изучение всех букв идет в Enjoy English с помощью рифмовок, которые придуманы на каждую букву. И предлагается при предъявлении буквы обязательно обратиться сзади в конце учебника к рифмовкам и прочитать ее вместе с учащимися или разыграть. Также можно использовать обучающую компьютерную программу Enjoy the ABC. Там есть весь алфавит, есть уже анимированные... Вместе с героями, да, с Тимом, с Томом, с Алисой. То есть учащиеся все это еще более становится интересно, они еще более мотивированы к тому, чтобы алфавит поскорее выучить. Есть там и песенка алфавитная, то есть все это способствует повышению мотивации. Я взяла пример сейчас из Enjoy English 2 класса. Это 11 урок. Пятое задание. Помоги клоуну Тиму вспомнить, какие буквы смыл дождь. Пожалуйста. Это развивающее задание в процессе изучения алфавита. Задача учащихся – восстановить пропущенные буквы. Вспомнив общее количество букв, которые они уже выучили, увидеть, какие же буквы здесь пропущены. Или еще одно упражнение. Здесь сразу идет и параллельное овладение техникой чтения, и в то же время идет работа по извлечению информации из текста. Упражнение 7. Записи кролика Мартина попали под дождь. Давай попробуем их прочитать. Скажи, какие буквы... Тогда немножечко похоже на предыдущие, однако здесь, в отличие от предыдущего слайда, давайте я верну и покажу. Если здесь у нас с вами были в пятом упражнении только отдельные буквы, то здесь, в седьмом упражнении, в записях кролика, здесь уже все-таки дан связанный текст, в котором просто некоторые буквы исчезли. И нам нужно восстановить последовательность. Еще пример. Здесь показывается то, как учащихся знакомятся с буквами. В данном случае у нас идет знакомство с буквой Т. И есть седьмое задание с звездочкой, то есть оно повышенной сложности. Учащимся предлагается дифференцировать звуки на глухие и звонкие. Вот такие вот задания. Для закрепления правил чтения учащиеся выполняют специальные упражнения с видовой сигнализацией из рабочей тетради. Посмотрите, пожалуйста. Упражнение 3. Пример из рабочей тетради к учебнику Инжинир. Учеркни гласные буквы зеленым, а согласные буквы синим карандашом. К чему же это делать? Как? Вы знаете, каким цветом что подчеркивать? Написано в книге для учителя. Пожалуйста, перед вами сейчас выдержка из книги для учителя. Для закрепления правил чтения в рабочей тетради имеются специальные упражнения с использованием цветовой сигнализации. Каждый цвет соответствует той или иной орфограмме. Красный – гласный в открытом слоге, зеленый – в закрытом слоге, синий – согласный, черный – нечитаемый гласный или согласный, желтый или оранжевый – сочетанием гласных типа EA или WL. Раскрашивание слов на доске или в тетради дает детям наглядную иллюстрацию правил чтения. Тому, кто обучает, возможность быстро контролировать их усвоение. Согласитесь, что проверять тетрадку, в которой упражнение выполнено с помощью цветовой сигнализации, будет гораздо проще. То есть, посмотреть и сравнить. Теперь, в одну тетрадь, сделав ее как эталон, если там все правильно выполнено. Далее, проверять остальные тетради просто по цвету. Сходятся ли цвета, такая ли череда цветов подчеркнута у ребенка или какие-то есть у него ошибки. Давайте перейдем к happyenglish.ru Перед вами сейчас разворот. Это первый урок из учебника для второго класса. Он на русском языке. И порой меня часто спрашивают, где же здесь изучение английского. Но первый урок здесь является уроком диагностики. Мы диагностируем сформированность навыков техники чтения на русском языке. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы учитель познакомился с классом. Это самый первый урок. Учитель новый, да, в втором классе английский только-только начинается. Он заходит в класс и еще недостаточно хорошо знает всех учеников. Конечно же, вы спросите обязательно у коллеги. Учителей начальной школы, да, об этом классе, об этой группе. Но, тем не менее, чтобы самому убедиться, или самой убедиться, как дети читают на родном языке, вместе с ними вы читаете сказку. Здесь начинается рубрика как раз «Путешествие в королевство». И начинается рассказ о девочке Ане, которая вместе с родителями полетела в Англию. Девочка в самолете листала учебник по английскому и заснула. Подлетая уже к месту назначения, ее разбудила мама и сказала, что смотри, мы уже подлетаем к королевству. А девочка спросила, к какому же королевству мы же в Англию летели, да? Вот, пожалуйста, такая вот занимательная форма. Ребята уже входят в ритм изучения иностранного языка. Здесь и страноведение, и есть иллюстрации, и вид Лондона, и все то, что рассказывается. Рассказывается, да, обозрение они видят из самолета. Вот оно есть у нас сзади на картинке. И о Лондоне, мама ей немножечко рассказывает о том, что это столица. То есть вот, пожалуйста, такой вот вводный урок. Он для повышения мотивации и для проверки того, как ребята умеют читать на родном языке. После этого, конечно же, идет упражнение для конкретного уже обучения техники чтения на английском. И, например, как это происходит на самом первом этапе формирования навыков техники чтения, идет установление соответствий буквы звук. Посмотрите, пожалуйста, уроки Ворона рубрика справа у нас. Ворон согласно буквой Н означает звук Н. Здесь нарисованы смешные такие, да, человечки, которые держат раскрипцию. Аня начинает спрашивать, а что это за знак в квадратных скобках. А Ворон ей подробно объясняет, зачем нужна транскрипция, и почему в такие вот скобочки закрепляют звуки. Рассказывает он ей о том, что некоторые буквы могут давать несколько звуков и так далее. То есть учащиеся здесь, помимо того, что они устанавливают соответствие между буквой и звуком, они знакомятся с транскрипцией. Тем не менее, после того, как Ворон объяснил Ане, про то, что такое транскрипция, зачем эти скобочки, он возвращает ее к самому звуку, и они учатся то, как его правильно произносить. После этого по заданию учащиеся слушают, как произносится звук, повторяют звук за седриком, сами произносят звук, и закрепление этого всего идет во втором упражнении, когда в рабочей тетради учащихся просят написать три заглавные буквы «Н» и три строчные буквы «Н». При этом называть эти буквы надо шепотом, как бы вслух. То есть, пожалуйста, это с дополнительным еще и проговариванием. Сюжетная основа позволяет в игровой форме познакомить учащихся с правилами чтения, структурой английского предложения, особенностями произношения, а также представить такие типичные ситуации общения, как приветствие, знакомство, рассказ о своей семье, хобби и т.д. Как происходит закрепление навыков техничтения? Как правило, это задания из рабочей тетради. Например, урок второй. Первое задание, я его выделила синеньким. Послушай сетрика и отметь галочкой, в каких словах прозвучал звук «Н». Данный перечень слов, рядышком данные квадратики, в которые учащиеся должны галочками отметить. Соответственно, это будут слова «нет», «пин», «нэйм» и «кэн». То есть, вот такие вот упражнения. Или упражнение «3» в конце страницы. Я не стала его выделять, но тем не менее. Найди на шарах все заглавные и строчные буквы «Т» и «Т», а также звуки, которые они обозначают. А все то, что относится к букве «Н» – другим цветом. И звук, и букву. Вот, соответственно, учащиеся тренируются и закрепляют это еще раз. К третьему уроку школьники уже познакомились с буквами «нет», и они приступают к проекту «Алфавит». Слушают алфавитную песню, и в проекте «Алфавит» у них идет закрашивание букв. По заданию они в рабочей тетради на странице 53, поочередно, в той очередности, в которой они их выучили. То есть, они выучили буквы «нет», соответственно, они должны открыть эту страничку и раскрасить эти две буквы. И по мере поступления, так сказать, новых букв, они будут их закрашивать. Вот такой получится у них проект. И параллельно они слушают алфавитную песню. Песня здесь замечательная, учимся, она очень нравится. Звук в закрытом типе слоги, представляющих наименьшую степень сложности. Посмотрите, пожалуйста, объясняет Ворон о том, что в английском языке шесть гласных, но они обозначают значительно больше звуков. Он рассказывает о том, как читать гласные в закрытом слоге. Аня за ним повторяет. И изученные буквы сразу позволяют составлять значимые слова. И у детей с первых же уроков появляется реальная опора в изучении языка. То есть, вот мы с вами видим, такие вот замечательные у нас есть рубрики, которые помогают в обучении чтению. Закрепление букв также происходит и в занимательной форме. Пожалуйста, перед вами сейчас страничка 15. Это третий урок из учебника для второго класса. В рубрике «Путешествие в королевство» мы видим такое задание. Аня знала всего-то три буквы, но я не терпелась хоть как-то использовать свои буквы. Она рассматривала буклет с достопримечательностями Лондона и искала знакомые буквы. Задание. Помоги Ане, найди слова, которые начинаются с букв, которые она уже знает. Соответственно, мы изучили буквы Т и Н. Это будет Тауэй Нельсон с Калом. Вот, пожалуйста, такое вот занимательное упражнение. После того, как второклассники познакомились с чтением гласных букв в закрытом типе слога, на 34-м уроке они приступают к чтению гласных букв в открытом типе слова, что, соответственно, с усложнением это труднее. Параллельно они изучают правила чтения наиболее частотных буквосочетаний. И получается, что на протяжении 43-х уроков учащиеся изучают буквы. На 4-м уроке они начинают читать отдельные слова. Посмотрите, пожалуйста, какой прогресс. На 10-м уроке они переходят к чтению словосочетаний. На 19-м начинают читать отдельные предложения. То есть вот то, о чем я говорила в самом начале, про синтагму, когда они к концу 2-го класса уже будут читать законченные тексты. Сначала 2-й четверти учащиеся переходят к чтению мини-текстов и мини-диалогов. Как яркий пример, я взяла 8-е упражнение из учебника для 2-го класса. Прочитай маленький рассказ. Найди картинку, по которой этот рассказ составлен. Пускай рассказ всего лишь из трех предложений коротеньких, но это уже связанный текст, и мы можем определить здесь, у ком идет речь, о каком домашнем животном. Закрепление новых правил чтения происходит в занимательной форме. Форме стихов и песен, как правило. Я сейчас покажу вам пример с песней. Начинается все с того, что учащихся просят послушать, как Бетти произносит слова и повторит за ней. И они помогут понять песенку. Чаще, соответственно, слушают слова, повторяют, видят рисунки, понимают... ...перевод данных слов, да. И далее они слушают песенку. Miles Granny had a house. И, слушая песню, отмечают, какие животные жили у бабушки. Более того, на следующей страничке мы видим сам текст песни, им нужно прочитать текст песни и заменить картинки словами. И найти слова, при чтении которых слышат звуки O, U, R и E. Давайте мы с вами послушаем, посмотрим презентацию, одну из презентаций, которые присылали на конкурс 3 года назад к этой песне. Проходил у нас такой конкурс. Почему я эту показываю? Вот просто у меня оказалась такая замечательная запись. Я думала, что мне будет очень интересно с вами ею поделиться, а вам будет интересно посмотреть, как можно еще повысить мотивацию учащихся к изучению, в данном случае, да, и слов, и чтения, и песен. То есть, чтобы эту песенку выучить, им будет... ...смотреть такую презентацию, послушать, да, и запомнить слова. Давайте... Субтитры создавал DimaTorzok 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 научить детей читать новые незнакомые слова. Поэтому авторы курса МИЛИ предлагают использовать оба метода в рамках сбалансированного подхода. То есть здесь одновременно, как мы уже в самом начале поговорили, используется и звукобуквенный метод, и метод чтения целым словом. Каковы же звукобуквенные соответствия, например, в МИЛИ? Как они выражаются? Есть, к примеру, рубрика «We can read». Пожалуйста, мы видим здесь ярко-красным выделены буквы, которые будут издавать звук «К». What color is the cat in the clown's computer? И мы видим здесь иллюстрацию. У нас здесь и clown, и компьютер, и cat. Ну, пожалуйста. То есть все это здесь зрительно представлено, и это уже действительно звук и буква. Интеграция чтения в другие виды речевой деятельности в МИЛИ. Посмотрите, пожалуйста. Здесь... ...только направлены для того, чтобы научить читать. Здесь уже и чтение для того, чтобы распроизвести что-то в речь. Смотрите, упражнение первое – listen, look and say. Второе – read and say. Третье тоже – read and say. И в конце мы видим опять же рубрику «We can read». То есть вот в другие виды речевой деятельности, как это все выходит. Повышение мотивации к чтению привела. Вот я такой пример. Upside down world – рубрика. Здесь учащиеся развивают свое воображение, развивают умение предсказывать, что же там будет. Но на самом деле это задание на аудирование. То есть они слушают текст, но у них есть скрипт к этому тексту. Но скрипт перевернут кверху ногами. То есть прочитать его на самом деле, посмотреть даже по картинкам не сразу будет понятно. Идет речь в аудиозаписи. Для чего это сделано? Для того, чтобы учащиеся не могли банально просто прочитать, вместо того, чтобы слушать. Чтобы они сосредоточились и на том, что они слышат, и с помощью воображения поднимали уровень своей мотивации, пытались разгадать, что же там за подписи, что же там за комикс, о чем там идет речь. Вот, пожалуйста, такие упражнения тоже. Обучение чтению с пониманием. В курсе МИЛИ обучение чтению с пониманием строится на основе целенаправленного обучения школьников умению анализировать текст. Тексты для чтения выбираются в соответствии с рядом принципов. Давайте мы на этот ряд принципов посмотрим. Это аутентичность, жанровое разнообразие, соответствие концептуального уровня и уровня языковой сложности возраста учащихся, реальность ситуации чтения для учащегося, наличие идеи и проблемы, стимулирующие... ...суждения, этическая и эстетическая ценность текстов, современность языка, интерес для учащихся и развивающая ценность с точки зрения обучения языку и культуре. И вот, пожалуйста, такой вот перечень принципов отбора текстов. Пример на обучение чтению с пониманием на уровне понятий. Упражнение второе. Read and guess the meaning of the words. В чем здесь подвох? Подвох в том, что данные переводы трех слов, но это не те слова, которые нужно понять и дать перевод. То есть здесь у нас идет понимание по контексту. Учащиеся должны догадаться об этих понятиях, об их переводе, об их значении, исключительно из контекста того или иного предложения в этом упражнении. Обучение чтению с пониманием образовательной ценности текстов. Посмотрите, пожалуйста, правая страничка. Это текст о Russian Winter Festival, который... ...на Тарфальгарской площади. И вот учащиеся читают его и узнают об этом событии, о том, что такое в Лондоне происходит, о том, что британцам, да, британским школьникам тоже очень интересно узнать о нашей культуре. Обещала рассказать о том еще, какие пособия нам могут помочь и рассказать именно о редапах. Пожалуйста, передаем сейчас три обложечки. Это второй, третий, четвертый класс, где их можно купить. Отвечаю сразу заранее на вопрос. Есть ссылка у нас внизу, там на страничке, да, на интернет-магазин. Вы можете зайти просто на форум в раздел «Интернет-магазин», дополнительные пособия и найти их там. Книга для чтения для второго класса. Это начинает серию книг для чтения редап. Во втором классе закладываются основы техники чтения вслух, поэтому в пособие включено большое количество текстов, направленных на формирование знаний учения. В звукобуквенных соответствиях. И авторы рекомендуют приступить к использованию этой книги для чтения сразу после изучения алфавита. Пособие состоит из пяти разделов. В нем есть следующие типы текстов. Это рифмовки, рассказы, комиксы, инструкции, информационные тексты, загадки, скороговорки. Содержит двуязычный словарик и читательский дневник для учащихся. Конечно же, его можно использовать с любым основным курсом обучения, в том числе с учебниками для второго класса EnjoyEnglish, HappyEnglish.ru и Mili. И, конечно же, вся серия редап для вторых и четвертых классов поможет подготовить учащихся к итоговой проверке уровня подготовки по английскому языку, предусмотренной для выпускников начальной школы, для внутренней, для того, чтобы проводить администрация, чтобы проверить, как четвероклассники освоили английский язык к четвертому классу, готовы ли они в пятом учиться. Давайте посмотрим на разворот редапа для второго класса. Какие здесь есть задания? Задания, на самом деле, замечательные. Например, прочитай рассказ и реши кроссворд. Рассказ у нас дан, как бы, комикс в картинках с очень короткими подписями, то есть как раз для второклассника, который только-только освоил алфавит. Это очень мотивационно повышающее упражнение такое, да, они понимают, что они умеют читать. Рассказ здесь ледненький. This is a team, this is a fish, a big, big fish. Swim team, swim. После этого они того, как прочитали, они поняли смысл, они разгадывают кроссворд. Дальше они догадываются, сколько рыб в каждом ведре, и у кого больше, да, здесь дана такая a riddle. И читают тексты. В четвертом упражнении прочитай тексты и соотнеси их с фотографиями рыбок. То есть здесь они, опять же, занимаются чтением текстов. Тексты короткие, пускай, здесь всего по два предложения, но, тем не менее, они связаны. Своебразная синтагма, да, и они должны соотнести текст с картинкой. Для третьего класса пособие продолжает серию книг для чтения редапы. Здесь продолжается совершенствование техники чтения вслух и про себя, а также ведется работа над чтением как коммуникативным умением. И пособие способствует формированию информационной грамотности учащихся, нацеленное на приобретение первичных навыков работы с текстом, таких как поиск и фиксация, преобразование, сравнение информации в разных источниках. То есть это немножечко уже более посложнее, да, а пособие как раз для деток для третьего класса. В нем четыре раздела, содержат тексты тоже разных жанров. Посмотрите, здесь тоже есть загадки, и басни, и комиксы, и информационные тексты, и стихи. Также двуязычный словарик, читательский дневник. Давайте посмотрим на примеры. Учащиеся у нас здесь и учатся делать самих поделку, но делают они ее, руководствуясь инструкцией на английском языке. Замечательное на самом деле упражнение. Поначалу не всегда им бывает понятно, как можно из такого маленького листочка сделать такую огромную-огромную дырку, вырезать. Но вот, пожалуйста, учатся этому сделать такую вот замечательную поделку, занимательную, я даже скажу, на английском языке. Или пятое упражнение на левой стороне страницы. Здесь им нужно соотнести поделки с инструментами, которые для этой поделки необходимы. То есть, пожалуйста, здесь и чтение, и развитие учащихся. Или такой пример-разворот. Посмотри на картинки и попробуй догадаться, что произошло. Читая рассказы, расставь предложения данные после текста в правильном порядке. То есть, занимательный рассказ. Здесь, в принципе, понятен смысл и из картинок, но, тем не менее, они с удовольствием прочитают подробности. После этого, чтобы правильно выполнить упражнение. Четвертый класс. Здесь продолжается совершенство техники чтения, и продолжается работа над чтением как средство для извлечения информации. Все, обратите внимание, то же самое, что прописано как раз во ВГОСТ. Здесь и поиск информации, и преобразование информации, и здесь все логические операции используются. Также четыре раздела, также разные тексты разных жанров, словарик, читательский дневник. Но уже уровень для четвероклассника. Давайте посмотрим. Прочитая стихотворение, подбери картинку каждому двустишью. Здесь вот тема спорт. Сказку – это только один разворот, да, от сказки. Там у нас продолжение, я не стала его вставлять, чтобы покрупнее было. Прочитая сказку и пронумерую картинки в правильном порядке. Ну, пожалуйста. И такие вот упражнения и есть. Обещала показать, как можно использовать обучающие компьютерные программы для обучения чтению. Больше я считаю, что все-таки обучающие компьютерные программы здесь будут выступать как повышение мотивации к чтению. То есть как проявить любовь к чтению у ребенка. Понятно, что любовь к книге мы прививаем с помощью ОМК, но, тем не менее, можно некоторых учащихся, так сказать, подстегнуть. Начнем мы с примера из обучающей компьютерной программы к Enjoy English до третьего класса. Пример направлен на фонетику, чтобы поставить у учащихся вот эти вот звукобуквенные, да, соответствия. То есть какие звуки, какими буквами выражаются, и в каких типах слогов они будут как читаться. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, пожалуйста, такой пример. То есть здесь можно щелкнуть и на сами звуки, чтобы показать, как звуки правильно произнести, и на слова сами звуки. Нос, close. Например, из интерактивных плакатов к Enjoy English. Вот вижу вопрос в чате, нужно ли вводить транскрипционные знаки в курсе Миле. В курсе Миле транскрипционные знаки, как бы, они... То есть мы не затрагиваем здесь конкретно звуки. Мы стараемся вводить метод чтения целым словом, но, однако, конечно же, в сложных случаях, обратите внимание, да, даются сноски на то, чтобы слово дается с транскрипцией. То есть сложные слова, конечно же, они объясняются. Почему читать именно так? Видел еще интересный вопрос, но отвечу потом. Давайте посмотрим пример. Здесь показывается то, как можно объяснить reading rules. А. А. A. I. O. U. Y. Girl. Apple. Her. Pupil. Surname. Run, car, be, t, y, a, e, i, o, u, y, girl, apple, her, pupil, к EnjoyEnglish вы, соответственно, берете к EnjoyEnglish, если к HappyEnglish.ru, я покажу, а тут потом тоже примеры, то, соответственно, к ним и такие же есть к Миле. Давайте посмотрим пример на чтение из HappyEnglish.ru для 4-го класса. Это диск. Уже чтение, так как это 4-й класс, уже с пониманием чтение будет на True-False. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим еще... Один пример из HappyEnglish.ru для 3-го класса. Здесь нужно будет кликнуть на верную картинку, прочитав текст. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это написано в тексте, на елочке, помигали огоньки. Давайте посмотрим примеры с happyenglish.ru для третьего класса. Здесь тоже новогодняя тема, подарки под елочку. Их нужно класть, исходя из инструкции. Обратите внимание, где-то написано, что чего-то нет. Соответственно, мы нажимаем кнопочку Next. Какие-то вещи под елочкой должны лежать, в таком случае мы их туда помещаем. Продолжение следует...